Пути, порядок, передний бой, на первый раз, два, три, два, три. Полезные привычки с юности. Спортивный путь Олега Шкутко начался в 14. Рукопашный бой, карате, бокс. Мужчина пробовал себя в разных направлениях. Но прочное место в его жизни заняло тэквондо. Упорные тренировки принесли высокие результаты. Из-под сильной руки наставника вышло немало мастеров спорта и призёров Европы. В 2013 он создал и стал во главе Бобруйской федерации спортивно-боевых единоборств. Сейчас, на данный момент, мы развиваем в городе Бобруйский такой вид единоборств, как кикбоксинг, разделы point fighting, light contact и kick light. Отдав столько лет и столько самого себя тэквондо, я, конечно, нашёл себя, ну, увидел что-то, то, что мне, наверное, по духу всё-таки внутри чего-то не хватало. Вот я и выбрал кикбоксинг. Новая секция открылась в сентябре. Отбоя от желающих нет. Десятки мальчишек и девчонок с удовольствием бегут на тренировку. Кстати, Бобруйск совсем скоро сможет принять международный турнир. Чтобы записаться на занятия, достаточно обратиться в Центр дополнительного образования детей и молодёжи или по адресу Горького, 26В. Это самый лучший тренер. Он всегда поможет, всегда подскажет и поддержит. В здоровом теле – здоровый дух. Ещё одно популярное место у борцов – Бобруйская с дюшор номер три. Здесь можно найти занятия на любой вкус. Греко-римская и вольная борьба, дюдо, айкидо. Несмотря на разнообразие, тэквондо не сдаёт позиции. В секции занимаются ребята от семи. Юные спортсмены получают награды на соревнованиях не только в Беларуси, но и в России. По поводу тэквондо могу сказать одно, что для ребят, которые приходят заниматься, это очень полезный вид спорта, потому что непосредственно развиваем все физические качества ребёнка, как и подростка. Только вперёд! Наш город славится спортивными легендами. Борьба – не исключение. Хороший пример Ванесса Каладинская и Ирина Курочкина. Имена наших соотечественников гордо звучат в каждой секции. В Бобруйске созданы все условия для будущих чемпионов. Ведь сильная и здоровая нация – залог процветающей Беларуси.